Доброе утро, дорогие друзья! Несколько слов о завершении праздника Ханука. Сегодня завершающий день. Это потрясающий светлый праздник. Ханука приходит светить не только в нашей жизни. Мы ставим нору у окна или на пороге, чтобы свет, исходящий от нее, разгонял тьму и хоть немного освещал окружающее. Ханука напоминает нам, что мы можем и обязаны влиять на состояние всего, что вокруг нас. Подсказывает, что мы добротой своей, заботой, просто открытым сердцем. Можем ежедневно освещать жизнь других. Одного огонька загорается, другой, но первый не уменьшается. И так мы делимся своей радостью, заботясь о других, становимся сильнее. История Хануки и ее огонь преподают нам очень важный урок. У всего в жизни, как у ханукального волчка, есть несколько сторон, которые составляют единое целое. В наших руках превращать тьму в свет своей верой и внутренним огнем. Вот главный итог Хануки. Теперь о недельной главе. Согласно жить по недельной главе, это закон, человек может, понимая недельную главу, точно выстроить свой недельный план. Глава Ваигаш начинается со слов «Игуда подошел к Иосифу». Смысл этой фразы не в том, что «Игуда подошел», а намного глубже. Ваигаш, вот это слово, это говорится о нас, о всех, кто делает шаг навстречу к Творцу. Подошел, да? Есть такое понятие «наглость святости». То есть мы как бы мало понимаем, мало знаем, но у нас есть желание, вот это такая, это называется святая наглость, все-таки обратиться к Творцу, все-таки, казалось бы, где мы, где он? А мы можем это, и мы имеем право это делать. Мы не случайно читаем эту главу, вот эту, в первый шаббат всегда, после Хануки. Несколько макеевыев победили греческую армию не потому, что были сильнее физически. Чудо стало возможным благодаря тому, что они именно, вот это вот, ну, как бы, вот святость, наглость, нас троя их миллион, ну и что, мы можем. И вот это произошло. В Талмуде есть уникальная история про Нагдимона Бен-Гуриона. Есть такие праздники, как все знают, Пейсах, Шавот, Сукот, израильтяне, паломники приходили из разных стран. Однажды в город прибыло много паломников и не хватило воды. Нагдимон пошел, он известный, состоятельный человек, пошел к другому, очень известному человеку и говорит, ты владеешь колодцами, одолжи мне 12 своих источников, чтобы все люди пили нормально воды, а я тебе отдам там в такой-то день. Если я тебе не отдам, то я тебе отдам 12 серебряных монет. В то время 12 серебряных монет, это было, ну, невероятное состояние. Назначили срок, год был очень засушливым, пришлось отдать все колодцы, которые были паломником, и ничего не получается. Утром, когда надо было расплатиться, этот состоятельный человек отправил послание Нагдимону, верни воду, а если нет, заплати. Тот говорит, еще есть время, проходит там, перед закатом, он говорит, отдай воду или деньги. И Нагдимон отвечает, не переживай, еще есть 3 часа дня, чтобы заплатить тебе. Богач расхохотался, так как не было год воды, самый неурожайный год. А Нагдимон пошел в храм, обратился к Творцу и начал молиться. Ты знаешь, почему я одолжил эти колодцы? Я это сделал не для себя, не для своей семьи, я это сделал для тебя. И в этот момент, когда он закончил молитву, начался сильный дождь, который переполнил 12 колодцев. Выйдя из храма, Нагдимон встретил богача, и говорит ему, теперь я тебе все отдал. А тот говорит, да, я понимаю, что дождь пошел из-за тебя, но мне кажется, что день уже закончился, солнца нет, и я скажу, что ты уже в следующий день. Нагдимон вернулся в храм и начал опять молиться. Он сказал, дай им знать, что ты любишь людей в этом мире, и что я связан с тобой по-настоящему. В эту же минуту облака рассеялись и увидели солнце. Таким образом, он выиграл спор. О чем эта история? Эта история рассказывает нам о двух чудесах. Сначала он сказал, я сделал это для тебя, и начался чудо в виде дождя, ведь засуха длилась год. А второе, не менее значимое, а может даже более, что Нагдимон просто был в отчаянии. Целый год не было дождя, сейчас оно пошло, и вот тут опять ему говорят, что не прошел его время. И он сказал, дай им знать, что я связан с тобой. То есть есть такая возможность у человека, прорываясь через свою узость, через свои земные путы, обратиться напрямую к Творцу. Вот просто ему сказать, проломить ту стену, которая вот между нами. Эта стена держит нас в темноте, держит в наших душах непонимание, боль, темное что-то. Как ее сломать? Мы способны всему этому, благодаря такой простой наглости, встать и сказать, я твой сын, я твой ребенок, я твоя дочь. Ты мой отец, я собираюсь попросить и получить, несмотря на то, что я слава, не то, что я хочу это сделать, потому что я это делаю ради тебя. Нагдимон это сделал. Иуда это сделал в эту недельную главу. Он подошел к правителю Египта и сказал, нет, вот так. Вот написано в Кабале, что на этой недельной главе у всех есть такая возможность встать, попросить и получить. Невзирая на наши возможности, невзирая на наши сложности. Чтобы Егуда вот этот побеждал внутри нас. Но для этого надо точно настроиться на то, что мы это делаем ради него. И он должен увидеть нашу, ну, такой, знаете, внутренний настрой. Брахавая слаха.